Мегалада Анатолий Степанов Мы узнаем прямо сейчас Даже героям сказок Ни разу не удавалось собрать Все золото мира Спидвей не художественный вымысел Здесь сценарий пишет сама жизнь И порой выдает такие замысловатые сюжеты Что литераторам и не придумать Каждая гонка таит загадку Каждый заезд готов обернуться сюрпризом Поэтому и побеждать всегда и везде В Спидвее, как и в сказке Невозможно Однако стремиться к победам нужно И гонщики Мегалады к ним стремились Как результат за летний сезон Тольяттинцы выиграли немало медалей Как на молодежном, так и на взрослом уровне Не все получилось, наверное, как мы хотели Потому что мы такой клуб амбициозный Поэтому все золото завоевать невозможно Потому что все, что у нас начинается Там со второго места Ну, как-то мы настраиваем себя в начале сезона Всегда таким образом, что это для нас там Неудача, проигрыш, как угодно можно трактовать Вот, ну а в общем и в целом Я считаю сезон достаточно хорошим, удачным Потому что, ну потому что Исходя из количества заработанных медалей Исходя из накала тех гонок Которые проходили на треке И что зрители увидели достаточно хорошие, красивые гонки Я считаю, что достаточно удачный сезон Командом чемпионате России «Мега-Лада» Золотую гонку во Владивостоке проиграла Но в Тольятти из поражения трагедии делать не стали Я считаю, что проехали, забыли Проехали, забыли Потому что ребята, я их видел после Владивостока Я их встретил Все они были достаточно С таким каким-то виноватым видом То, что вот так вот получилось Но я знал однозначно о том, что ребята ехали туда Не слить гонку, да, как выражается у нас там на сленге То есть они ехали туда бороться, ехали туда побеждать Ну, что-то пошло не так Поэтому я считаю, что это надо переступить И забыть об этом, как о страшном сне И двигаться дальше, готовиться к следующему сезону Успехи Мегалады – это общая история команды Но пишут ее личности В этом сезоне меня порадовал Андрей Кудряшов своей стабильностью Меня порадовал наш легионер Андриан Галла А меня порадовал наш юниор Евгений Сайдулин На мой взгляд, опять же, в спидве И для каждого гонщика, который выступает за ту или иную команду Для любого тренера, для любого руководителя клуба, для клуба А самый основной такой показатель – это стабильность Вот поэтому, вот в этом отношении, как бы я вот этих всех трех гонщиков и отметил Что Андрея, что Андриана, что Евгения Сайдулина В минувшем сезоне после некоторой паузы в командном чемпионате России соревновались и легионеры В Мегаладе таковым был поляк Адриан Галла Мы с ним принципиально договорились о том, что он в следующем сезоне тоже будет представлять наш клуб А кем будет усилена команда и будет ли она вообще усилена То есть мы сейчас над этим работаем, мы заключаем контракты, мы ведем переговоры Пока ничего конкретного сказать не могу Знаком плюс могут отметить прошедшие лета и молодые гонщики Мегалады Евгений Сайдулин и Глеб Чугунов отличились победами как на внутренней, так и на международной арене Все что касательно Евгения, то несмотря на его достаточно молодой возраст Он парень с такой очень нормальной, уравновешенной психикой То есть его спокойно можно ставить в какие-то такие рваные выступления Я имею в виду там на запасной номер, когда прям вот он может стоять, смотреть как едут другие Вдруг ему там главный тренер крикнет, то есть вперед, уйди переодевайся, в лечем заезде едешь ты Либо он знает постоянно свои заезды, то есть он хоть так, хоть так поедет Он всегда проедет на одном и том же уровне У Глеба Чугунова очень хороший такой вектор развития Там на тех треках, на польском, на шведском Он показывает достаточно такой рост Честно сказать, спортивный клуб Мегалады в этом сезоне как бы рассчитывал на большее от Глеба А что у него не получилось, ну я наверное не буду давать оценки Мне кажется он парень умный, поэтому он самостоятельно сможет проанализировать свое выступление И дать очень такую взвешенную оценку своему выступлению, да, и что он здесь показал Тем временем стоит отметить и прогресс совсем молодых воспитанников Мегалады Дениса Беляева и Семена Зуева За эти фамилии, за этих ребят, конечно же, всегда рад Я всегда очень счастлив в том, что они показывают вот такие результаты, да, выстреливают Потому что, ну, во-первых, это воспитанники нашей школы местной, да, то есть это первично И это благодаря нашей кропотливой работе, в чем постоянно там обвиняли Мегаладу в свое В какое-то время, сейчас вроде бы до всех клубов дошло, что селекционная работа, это ничего в этом страшного Когда гонщик там из одного клуба города переезжает в другой, ну, как бы, вот А здесь это наши родненькие, местненькие, то есть как бы вот выращенные, выкормленные Вот, поэтому, конечно же, я рад и в какой-то степени там счастлив в том, что они показали эти результаты Одним из самых ярких событий летнего сезона стал командный чемпионат мира, который прошел в Тольятти на треке стадиона имени Анатолия Степанова Ну и вообще, вообще весь сезон, я считаю, прошел достаточно интересно, то есть в силу того, что вот мы там легионерами усилились, то есть как-то командочки уравнялись То есть, поэтому, я считаю, достаточно весь сезон был достаточно интересно А это было, конечно же, однозначно было это самое яркое событие, за что я вот не могу не воспользоваться случаем И в очередной раз там и не буду уставать это делать, благодарить и наш правительство Самарской области за понимание За понимание, что это нужно как тольяттинцам, как и всем жителям Самарской области Так это популяризация этого вида спорта и это имидж Самарской области, да, когда к нам на такие мероприятия приезжают болельщики Со всей страны, из-за рубежа Поэтому спасибо им огромное за то, что они понимают Спасибо Дмитрию Игоревичу, Виктору Владиславовичу Кудряшову, да, то есть за понимание за это, за все И за то, что они нас вот поддерживают в этом Конечно же, Дмитрий Анатольевич Шляхтин тоже как профильному министру, министру спорта Меж тем, болельщики мечтают, чтобы в Тольятти прошел этап личного чемпионата мира, Гран-при Могу, опять же, порадовать болельщиков, что на сегодняшний день это уже для них, для тех, кто прям плотно следит за этим Это для них не новость Буквально в это воскресенье в 10 часов утра ФИМ и БСА объявили официальную информацию Объявили официальный новый календарь Гран-при 2020 года Где, если я не ошибаюсь, по-моему, восьмой этап Гран-при Мы примем здесь, в России, на треке в городе Тольятти Это большое очень дело Это мечта, я думаю, что двух предыдущих президентов То есть Антон Алексеевич это 100% И Алик Гасанов тоже к этому шел Но по итогу вот эта кропотливая работа Эта кропотливая работа, очень долгая работа Закончилась нашими договоренностями Мы договорились, и опять же, здесь нас поддержало правительство Как непрозаично прозвучит, но мотоспорт – это еще и про деньги Стабильность в наши дни – крайне важный момент В Мегаладе в этом плане полный порядок, но... Мы не сидим на месте, мы также пытаемся найти потенциальных спонсоров Для того, чтобы они были То есть все-таки я считаю, что бизнес надо привлекать в подобные мероприятия В поддержку спортивных клубов профессиональных И мне кажется, уже как-то, наверное, потихонечку надо переходить на то, чтобы и спорт становился Наверное, бизнесом каким-то, да, чтобы существовал уже спортивный бизнес Просто я видел эти все вещи, то есть видел за границей, посещая спортивные мероприятия, клубы Вот, поэтому я думаю, что надо работать в этом направлении Но как не были бы важны деньги Главное достояние Мегалады – это, безусловно, болельщики Без поддержки которых гонщикам просто не обойтись В адрес болельщиков я могу сказать только одно Я могу сказать, что, во-первых, конечно, поблагодарить за то, что они приходили в течение этого всего сезона и нас поддерживали Сейчас дальше у нас впереди зимний сезон Мегалада осталась в прежнем составе И мы постараемся их также радовать Поэтому также приглашаю нас на наши мотогонки на льду Здесь на зимние мероприятия, которые будут проходить здесь Итак, летний сезон закончен, но без педвея болельщики надолго не останутся Уже 28 декабря в Тольятти пройдет один из этапов личного чемпионата России по мотогонкам на льду Так что добро пожаловать на стадион Дорогие друзья, ну на этом у меня все Встретимся с вами ровно через две недели Всем мега привет! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok